Да, действительно, сегодня мы говорим про криптографию. Да, действительно, меня зовут Настя, я инженер, я работаю в прекрасной компании Cazac Labs. Мы занимаемся созданием клевых криптографических штук, ну, собственно говоря, это библиотеки, либо софт. До этого я очень много писала под мобайл, типа лет 7, наверное, писала под мобайл, и в какой-то момент я просто поняла, что мобайл-девелоперы не очень хорошо разбираются в security, а юзеры, ну, мы как юзеры мобайл-приложений, мы, в принципе, записываем туда очень много своих sensitive данных. Да, это вот начало, внутри начала нарастать вся проблема, и я делала приложения, делала их чуть более безопасными, а потом в какой-то момент бросила делать приложения и просто полностью перешла в security, теперь у меня много security, мало мобайла. Собственно говоря, я работаю проект-инженером, и потом, что это значит, это я все еще пишу код. Не каждый день, но хорошие дни, хорошие дни пишу код. И моя работа как проект-инженера — это выстраивать такой мостик взаимопонимания между security-инженерами и криптографами, и вот обычными прикладными инженерами, да, system engineer или application engineer, потому что и security, и криптографию считают очень сложной, непонятной, и действительно у security людей он особый майндсет, а у прикладных программистов свой майндсет. И делать наши security-залузы понятными не только security-экспертам, вот типа основная суть моей работы. Давайте, не знаю, немножко познакомимся. Я сегодня с утра приехала из Киева, поэтому если я там как-то плохо говорю или плохо выгляжу, все, спихивайте на ранний подъем. И сегодня же вечером я уезжаю в Киев, поэтому если есть вопросы, запоминайте, потому что я потом уеду. На самом деле можно написать, но вдруг. Кто из вас пишет код? Кто программист? Ой, ну почти все. А те, кто не подняли руки, вы чем занимаетесь? Посидеть пришли. Так, еще варят. Что? Читаем код, но это понятно. Хорошо, кто пишет код под мобильные платформы? Так, 5, 6, 7. Кто пишет под бэкэнды? Практически большая часть. Те, кто не подняли руки, вы под что пишете? Под десктоп. Винда? Винда, линукс? Мак? А что? Электрон? Окей. Тестировщики? Дизайнеры? Криптографы? Ого, один-один-то! Че ты пришел? Ладно, потом поговорим. Секьюрити-инженеры, секьюрити-аналитики, пентестеры? Нет? Окей. То есть, для того, чтобы вы понимали, наша сейчас основная аудитория здесь — это программисты, девелоперы-инженеры, которые создают что-то, чем пользуются люди. И сегодня вот мы, как раз мой доклад, он именно для таких людей на самом деле. Сегодня мы поговорим о криптографии с точки зрения как раз и девелоперов, и тех, кто создает криптобиблиотеки. Потому что я как бы стою вот в двух домиках, и инженер, ну как бы и прикладной девелопер, и занимает криптографией. Вот здесь на скриншоте наш GitHub, потому что у нас очень много секьюрити-штук опенсорсных на GitHub, потому что в мире секьюрити, если ты не опенсорс, значит у тебя происходит хзы-что. Соответственно, очень важно быть открытым и показывать, во-первых, и секьюрити-аналитикам, и секьюрити-инженерам, во-вторых, в принципе, прикладному комьюнити, что делают твои тулзы, как делают твои тулзы. И кто-то может сказать… Котики. Кто-то может сказать, что вот я программист, я знаю, что секьюрити важно, но испытываю сложности и вообще не очень понимаю, как это все работает. Есть такие? Нет, достаточно много. Не стесняйтесь, это нормально, я тоже такая была. С другой стороны… Так, не получается прыгать. С другой стороны, вот другой котик, который говорит, я инженер безопасности, и я всячески пытаюсь сделать секьюрити-продукты настолько простыми для использования программистами, проще и понятнее. И они встречаются и такие, как же нам достичь целей? Потому что цели как бы у них одни. На самом деле, если уйти от котиков, то сейчас мы будем рассматривать типичный workflow. У нас есть какое-то приложение, неважно какое, инфраструктура, большой ап. Мы в нем собираем sensitive data, пользовательские данные. И нужно с этими данными что-то делать. Как бы чуйка подсказывает, что, наверное, нужно их как-то защищать. Но как, где, какие библиотеки выбрать, какие есть подходы, как это вообще, в принципе, имплементировать в нашей инфраструктуре. Поэтому сегодня мы поговорим о таком типичном подходе, о типичном алгоритме, который я делала сама, как бы проходила сама, когда писала мобильные апки, который я знаю, что проходит очень много проектных команд и, в принципе, инженеров, сталкиваясь вот с вопросом, есть данные, как их защищать. Первый вопрос, который возникает, это как определить этот scope данных. Что это за данные? Какие конкретно данные мы собираем? Очень часто мы можем понять, какие данные мы собираем с точки зрения бизнеса, но совершенно забываем о технических данных, о тех метаданных, которые мы собираем, о геолокации, о экзифах, картинках, о логах. Это тоже данные, которые тоже могут быть сенситив. Потом вопрос, что такое сенситив. Какие регуляции действуют на нашем рынке для нашего продукта? Я думаю, вы знакомы. Вы знакомы PCI DSS? Не знаю. PCI DSS – это стандарт, который описывает, как вы должны обрабатывать финансовые данные. Собственно говоря, там кредитки, например. Например, вот то, что многие банковские приложения не показывают полностью номер кредитки, а показывают, там четыре последние цифры. Это в том числе благодаря стандартам визы и PCI DSS. Не хранить номер кредитки. HIPAA – это американский закон о медицинских данных. Не только данные, там, в принципе, и данные, и всякие девайсы на медицинском рынке. Health Information, чего-то там, где-то там. Честно, не помню, как оно расшифровывается. Штатовский. GDPR, думаю, у всех на слуху. Кто? Да? Кто не знает, что такое GDPR? Окей. GDPR. Слушайте, я с вами так проведу очень много времени. Так вот, важное объявление. 23.55. Уходит мой поезд. Мне нужно быть на вокзале. Если вы начнете задавать вопросы про секьюрируйте, я буду рассказывать бесконечно. Пожалуйста, следите за временем. GDPR. General Data Protection Regulations. Это регуляции, которые уже вступили в силу для Европейского Союза как 6 дней, с 95 мая. О чем GDPR? В принципе, это акт регуляции о правах человека, о правах гражданина. В данном случае гражданина ЕС. И GDPR говорит о том, что все компании, которые обрабатывают данные граждан ЕС, они обязаны соблюдать их права. Какие права? Люди должны понимать, какие данные компания у них собирает. Люди должны так называемый double opt-in, подтверждать дважды, что да, мы действительно согласны отдать вам свой e-mail. Люди имеют, граждане имеют право понимать, где их данные обрабатываются физически и узнать, если эти данные обрабатываются вне ЕУ. Граждане имеют право получить полный архив своих данных в любой момент времени. И право rights to be forgotten. Это то, на чем хайповая штука, о чем сейчас все говорят. Rights to be forgotten — это право гражданина ЕС прийти в любую систему и сказать, «А теперь, пожалуйста, удалите все мои данные». По факту GDPR различает просто данные sensitive data. Sensitive data — это те данные, при помощи которых можно идентифицировать человека. Там очень много примеров. На самом деле это не только имя, фамилия, паспортный номер. Это могут быть сканы документов, это могут быть navigation route, это биометрия, это данные про расу, пол, возраст, сексуальность. Ну, то есть там прям большой набор. Так вот, компании, которые сейчас работают на европейский рынок и обрабатывают данные людей и граждан ЕС, они как бы обязаны 25 мая быть GDPR compliant. В Украине об этом, конечно, некоторые люди все еще не слышали. И некоторые люди все еще... Потому что в Украине, на самом деле, есть очень много продуктов, которые действительно обрабатывают данные. Географически Украина не ЕС, но тем не менее продукты обрабатывают данные граждан. И главное, что об этом очень тяжело узнать. То есть ты, в принципе, вот так вот не можешь сказать, в твоей системе есть европейцы, европейские пользователи или нет. Поэтому по умолчанию, как бы считается, хорошие компании считают, что лучше стать GDPR compliant by design. Главное, что GDPR — это одна из очень крутых штук. Это не технический стандарт. Там не написано, какое должно быть шифрование. Там написано, что когда вы проектируете свою систему, она должна быть secure by design and by default. И при этом они перечисляют, какими возможными техническими механизмами, идеями вы можете использовать. Шифрование, псевдо-анимизейшн, разделение идентифицирующих данных sensitive data от не-sensitive data, отдельная их обработка и так далее. Так, это, короче, была сноска. Так вот, первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, когда проектируем свои системы, и в этих системах есть sensitive data, мы определяем scope, да, какие это данные. Это бизнес-данные, которые мы понимаем согласно нашему бизнес-процессу. Это технические данные, о которых продакт-инженеры, продакт-менеджеры даже не знают очень часто. А вы, как инженеры, так в логах скидываете подзывательские пароли. Так вот, технические данные, собственно говоря, третьи — это данные, которые подпадают под определенные регуляции. И опять-таки эти данные могут храниться, могут передаваться, они могут быть в памяти, и эти все моменты, о них нужно всех думать. И первая ошибка, которая встречается на нашем пути, это ошибка определения scope данных. Здесь очень легко налажать. Я говорю, особенно с техническими данными. Как понять? Как не налажать? Нужно видеть всю систему в целом. Нужно строить, так называемые, потоки данных. Нужно понимать, какие где данные передаются, хранятся и так далее. Нужно выстраивать модель риска в модель угроз. Ну и нужно проверять это все на соответствии с compliance. Для этого есть аудиты, для GDPR есть компании, там, лыган-компании, которые могут помочь подсказать. Для остальных стандартов есть аудиторы, которые могут сказать да-да, нет-нет. Следующий шаг. Допустим, я программист и защищаю данные, я уже определился со scope данных. Допустим, я правильно определил scope данных и хочу его защищать. И, конечно же, думая о защите данных, я думаю про шифрование. Ну, в конце концов, мы сегодня про криптографию. Второй вопрос, который у меня возникает. Каким алгоритмом эти данные шифровать? Допустим, забыли про шифрование. Говорим очень простой способ. Очень простой. Наш WSK суперпростой. Данные хранятся, мы хотим шифровать. Каким алгоритмом шифровать? Давай криптограф, я на тебя надеюсь. Выбирай. Не один. Это все очень старый, олдскул. Так, слово bullshit плохое. Это все очень старый, олдскул. Эти все алгоритмы, они клевые для, не знаю, для обучения. MD5 уже давным-давно не должен использоваться в продакшене. Очень легко ломается. Дес вообще. Ша-1. Вторая ошибка, которую можно сделать, даже как бы правильно определив скоб данных и придумав, что да, окей, мы их шифруем, это неправильно выбрать алгоритм шифрования. Что делать для того, чтобы эту ошибку избегать? Ну, быть в курсе. Желательно, давайте так, желательно иметь секретик-команду в своей компании, которая вам помогает с продуктом. Не просто секретик-команду, а то, которая вам помогает. Можно брать, ну, можно просить кого-то извне. То есть не обязательно должна быть внутренняя секретик-команда. Это может быть секретик-команда, как у всей организации, которая присоединяется к проекту на определенном моменте. Либо это могут быть внешние контракторы, внешние консультанты. Либо способ для храбрых развивать секретик-экспертизу тех людей, которые пишут приложение, которое имеет дело sensitive data. Да, то, что мы сейчас обсуждаем, это не для всех. Очевидно, если у вас приложение Instagram для котиков, наверное, вот это все будет не очень нужно. Но, если мы говорим про sensitive data, если мы говорим про регуляции, то это все имеет смысл. То есть быть в курсе тенденции, понимать вообще, какие есть алгоритмы, какие сейчас используются, какие уже очень легко ломаются. На OWASP, O-W-A-S-P, есть очень много гайдов по этому поводу. Там очень простым языком написано, что как где даже есть best practices. Соответственно, в нашем решении проблемы мы пока сделали только два шага. Определение скопа данных и определение алгоритма. И мы уже имеем несколько таких кирпичиков, о которых нужно что-то порешать. Собственно говоря, тата-скопа, алгоритм и длина ключа. Ну, потому что длина ключа зависит от алгоритма. Следующий шаг. Мы такие, окей, теперь мы готовы это закодить. Мы знаем, какой алгоритм, мы хотим это закодить. Мы начинаем использовать библиотеки, где этот алгоритм есть, и пытаемся их у себя применить. И сразу же, что мы видим? Так, тут есть супер-указка. Что мы видим? Мы видим прям вот кучу разных параметров. Например, вот это вот AES-256-CBC. Кому-то это о чем-то говорит? AES-256-CBC. Первые три буквы. Да, первые три буквы — это название блочного шифра, стандарта блочных шифров AES. Это длина ключа, это режим работы блочных шифров. У блочных шифров как минимум пять режимов работы. Почему CBC? Потому что кто-то нашел на сток оверфлоу, именно этот кусок кода, где был пример CBC. CBC считается одним из самых быстрых режимов работы блочных шифров, но и одним из самых небезопасных. То есть если вы такое скопировали со сток оверфлоу, какой бы вы там security не построили, ну, это уже не совсем правильно, вернее, совсем неправильно. То есть третья ошибка. Можно налажать при имплементации алгоритма. Вы даже не имплементируете алгоритм сами, естественно. Вы берете и используете уже готовый иск к библиотеке. Но там есть куча параметров. Там есть среди параметров инвестиционный вектор. Про длину ключа мы уже поговорили. Режим работы блочных шифров. Паддинг. Вы должны понимать, какой паддинг подставлять конкретно к этому шифру. А паддинги бывают разные. А если вы поставите не тот паддинг, это прямой путь к Oracle Padding Attack. Да. Блочные шифры, они оперируют блоками. Блоки — это байты, выровненные определенной длины. Если длина вашего сообщения plaintext недостаточно, у вас есть какой-то паддинг. Это суперпростое объяснение, окей? Короче, это к чему? К тому, что мы сделали только три шага в процессе решения очень простой проблемы защитить пользовательские данные, и у нас уже количество штучек, которых мы должны принять решение, начинает возрастать. И это, естественно, еще не все. В шифровании мы используем ключ. Конечно, ключ отличается от пользовательского пароля. И сразу возникает проблема, откуда его взять? Да, как сгенерировать ключ? Что такое KDF? Что такое KDF? Слушайте, я тут могу вечно рассказывать. KDF — это Key Derivation Function. Это простая математическая функция, чисто математика, которая от входных данных любую входную строку превращает в плюс-минус криптографический стойкий пароль. То есть output у нас тоже строка, определенные длины с определенной энтропией. KDF используется для того, чтобы то, что юзер вводит, qwerty-qwerty, password-password, превратить в ключ. То есть юзер ввел пароль, а вам нужен ключ. Если вы не используете KDF в ваших системах и шифруете паролем, ну, это не очень хорошо, потому что на все простые пароли давно есть rainbow of tables. Короче, KDF. Когда мы используем алгоритм шифрования, выбрав сам алгоритм, выбрав правильные параметры, мы начинаем заботиться о key management. И кроме KDF непосредственно, откуда взять ключ? Сразу возникают вопросы, как должна функционировать ваша система, где этот ключ хранить, как его передавать. Если у вас процедура expiration, да, может ли этот ключ заэкспариться. Если у вас процедура revocation, когда вы понимаете, что ключ потек, что он стал скомпрометирован. Если у вас процедура, этот ключ перестать использовать, пометить его как revoked. И, естественно, в этом тоже можно налажать. Можно вопрос? Конечно. Нет, KDF — это просто функция, которая из плохой строки делает хорошую строку. В нашем случае она из плохого пользовательского пароля делает что-то, что больше напоминает ключ шифрования. А потом алгоритм шифрования, куда вы кормите этот ключ, уже зашифровывают и расшифровывают. То есть KDF — это такое дополнение. Зависит от, но да. Без. Ну, та штука, которая просто делает ключ лучше. Более таким strong, то, что так называется в криптографии. Потому что криптография — да, это математика. Математика — это энтерпия. Используем метод перебора пользовательских паролей, которые простые, да, скажем? Да. Давайте так, значит, повторяю вопрос. Зачем нам нужен KDF, если на выходе из KDF у нас получается ключ, и мы можем перебирать изначальные пользовательские пароли. Да, действительно, но это разные слои нашего программы, нашего софтвера. Там, где вы перебираете пользовательский пароль, это, например, там интерфейс, это консоль, да, и это application business layer вашего приложения. Переставать давать возможность пробовать новый пароль спустя там три попытки, пять попыток заблокировать. Когда мы говорим об алгоритме шифрования, это уже внутри, да, то тот ключ, который использует алгоритм шифрования, он, вот точно так же, ну, короче, вы можете перебирать пароль, получать разные KDF и пытаться перестраивать, ну, пытаться расшифровать. Без вопросов. Это уже зависит от логики вашей программы, позволяете вы это делать или нет. Идея в том, что на короткие пользовательские пароли, если вы не используете KDF, то на короткие пользовательские пароли к ним уже, ну, знаете, хеширование паролей, например, на короткие пользовательские пароли уже известны хеши. Хеш — это функция в одну сторону, и там хеш с определенными параметрами там от слова QWERTY всегда будет вот такой. И для того, чтобы не перебирать пароли, перебирают хеши. Это Rainbow Tables, уже готовые хеши под типичные пользовательские пароли. KDF вам дает все-таки шанс того, что этого не будет в Rainbow Tables. А если добавить к паролям какую-нибудь соль, например, ладин или поль, то не получится перебирать? Солька решает, если сделана правильно. Я не знаю, где-то есть ссылка на OWASP, там потрясающий гайд про хеширование паролей, про соление паролей и про функции BcryptoScript. Я не хочу сейчас на этом останавливаться, я дам ссылку на OWASP, прямо расписано, какие есть варианты. Соль — это хороший вариант, здесь везде она правильно. Едем дальше? Так, нет. Да, можно и так сказать, да. Ну, она так и называется, key-derivation function, да, function, то есть она derive, из чего-то derived key, создает ключ. Давайте так, запомните этот вопрос, мы к нему вернемся после того, как я просто найду страницу википедии, где написано, из чего состоит key-deriv. Так вот, четвертый шаг. Возвращаемся, мы все еще решаем типичную пользовательскую программистскую проблему. Есть данные пользователя, данные хотим защищать, у нас суперпростой use case, это данные при хранении, и мы их симметрично шифруем. В чем мы уже могли налажать? Неправильно выбрать данные, неправильно выбрать алгоритм шифрования, неправильно поставить пароли, неправильно разобраться с ключами. В криптографии есть такая поговорка, что encryption is easy, key management is hard. Даже если вы клево все шифровали, все правильно, но положили ключ в plaintexte, рядом с зашифрованными данными, ну, вся ваша security-система, в общем, не очень. Количество вещей, которых нужно помнить, оно продолжает расти. Естественно, это еще не конец. Естественно, у нас не только одно приложение, у нас целая инфраструктура. И, естественно, в этой инфраструктуре мы говорим про разные типы данных, разные виды шифрования, разные ключи. Сразу возникает проблема, где эти ключи хранить, как их передавать. Они просто размазаны тонким слоем по инфраструктуре. Потом у нас есть определенные технические функции, например, бэкапы. Глупо шифровать данные и бэкапить их в plaintexte. Соответственно, бэкапы у нас тоже зашифрованы, к ним тоже нужен ключ, и тоже возникают те же самые проблемы. И количество вещей, о которых нужно думать, продолжает расти. А это прям суперпростой use case, ну, прям суперпростой use case. И в какой-то момент вы можете подумать, если поглядите прекрасное слово, overwhelmed, да, там, перебор. Есть очень клёвое исследование, мне его очень нравится рассказывать. Это исследование 2014 года, проанализировано около трёх сотен различных цвешек. Это уязвимости. Уязвимости, которые уже как бы открыты, зарепорчены, есть база с этими уязвимостями. И ребята их проанализировали и разбили их на две больших группы. Одна группа это уязвимости из-за багов внутри криптобиблиотек. Да, то есть вы подключаете криптобиблиотеку, там есть бага, и, соответственно, ваше приложение vulnerable, уязвимо, потому что это бага. И вторая группа это уязвимости из-за использования криптобиблиотек. Вы подключаете библиотеку, вы налажали при её использовании, сделали сами себе уязвимость, и у вас есть бага. Как вы думаете, какое соотношение, какие проценты, как оно разделяется? Давайте пробуем угадать процент, сколько багов возникает в приложениях из-за криптобиблиотек. 20. Сколько? 85? 1. Ещё идеи? 10%. Ну, вот как-то очень быстро угадали, на самом деле 15. Ой, боже, 17. 17% уязвимостей это из-за бага внутри криптобиблиотек, это может быть математика, ну, это редко математика, это именно, скорее всего, имплементация, но типа majority of issues, да, большинство штук это вот эти руки, которые эти библиотеки используют. И, казалось бы, мы как бы, как девелоперы, как программисты, мы бы, наверное, хотели, чтобы было больше шифров, но это же клёво, под каждую задачу свой шифр, такое разнообразие. Есть use case, есть сразу шифр, есть другой use case, есть ещё один шифр, есть третий use case, есть третий шифр. Это всё, это всё существующее, это только маленькая часть из того, что существует. Было бы, наверное, клёво, чтобы было ещё больше, да? Что-то я вижу по вашим глазам, что нет. На самом деле, это очень интересно, больше шифров, это значит, больше разных протоколов, больше криптосистем, больше возможных атак и больше уязвимостей и больше патчей. Это прям супер эксайдинг, но реально я вижу в ваших глазах, что это, скорее всего, это супер эксайдинг, но для крипто-ресерчерс, да, то есть для security analysts, для людей, которым это вот прям сильно нравится. Не для девелоперов, потому что девелоперы хотят боринг крипто, скучную криптографию. Вообще, боринг крипто — это такой концепт, это такая идея в вакууме, её предложил Дэниел Берштейн. В чём суть? В том, что боринг крипто — это такой вид криптографии, которая просто работает, вы её добавляете, подключаете, и она работает. И она сопротивляется всем атакам, её не нужно обновлять, её невозможно подключить неправильно, её не нужно, ну, то есть ничего не нужно трогать. Взяли, включили, работает. Естественно, это концепт, как вы можете догадаться, да, это что-то такое абстрактное, к чему стремятся уже многие крипто-системы. Именно вот эти там 83% уязвимостей, это же не только потому, что там руки кривые, это потому, что крипто-библиотеки бывает действительно очень тяжело использовать. И это, ну, они не boring. Да, есть у нас у криптографов, в секьюрити людей такое вот выражение, там, boring или не boring. В смысле, это можно выстрелить себе в ногу, либо нельзя. И очень часто можно. И реально, глядя вот на вашу реакцию, когда я рассказывала про паддинги, про режимы работы блочных шифров и так далее, мне кажется, что вот вам это прям суперинтересно. И идея того, чтобы выбирать под свою задачу какой-то вид алгоритмов, там, вид криптографии, основанный прямо там на своих знаниях, наверное, это не ваш, как бы, не ваш use case. очень часто мы как девелоперы говорим воу-воу-воу, мы бы хотели высокоуровневых функций, нам не нужны ваши облачные шифры, нам не нужны ваши паддинги, дайте нам функцию типа хранить данные безопасно, передавать данные безопасно, проверять целостность, да, то есть проверять, что данные, которые к нам пришли, они действительно пришли от того, от кого мы предполагаем, они ушли. Конечно же, внутри каждой такой высокоуровневой функции на самом деле скрываются вот эти все криптоалгоритмы, скрываются более низкоуровневые функции, мы называем криптопримитивами. И, естественно, там есть и управление ключами, и правильные кдф, и правильные паддинги и так далее, но вот я верю в то, что программистам, что прикладным инженерам им не нужно тратить свое время и внимание на то, чтобы разобрать разбираться в криптографии, если они хотят делать свои приложения безопасными и сохранять данные пользователей, и убеждаться, что оно работает, что оно хорошо работает и секьюрно работает. И, естественно, никто не любит читать документации. Да, то есть даже самые крутые секьюрити-продукты, секьюрити-библиотеки, к ним всем идет целое там огромное количество доков, и это бывает очень тяжело. Ну, правда. Скажите, да? Да! Я понимаю, потому что мы хотим, чтобы оно просто работало, и чтобы его можно было просто подключить. я, например, когда читаю чужие доки или пытаюсь использовать чужой продукт, сразу пытаюсь найти пример. Типа, чем мне ваши доки? Дайте мне пример. Желательно такой, как у меня сейчас проблема, вот такой же. Я просто скрипающий, оно заработает. Но я это прекрасно понимаю. И как бы как человек, который теперь делает секьюрити-штуки, уж поверьте мне, там все в примерах. У нас даже котик есть в одном месте. Скрытый. Но очень часто используя секьюрити-библиотеку возникает, самое первое, что возникает, это как это, как начать, как ее установить. И вот эта, короче, клевая команда под strike boring ssl подаёс компилит boring ssl. Знаете, что такое boring ssl? Знаете, что такое open ssl? Да. Open ssl это то, что мы называем крипто-бэкэндом. Это про боже, как-то по-русски даже не знаю. Provider crypto primitives. Crypto primitives provider. Эта штука, это библиотека, в которой есть целый набор различных криптофункций, крипто примитивов, которую другие высокоуровневые библиотеки используют. Кроме open ssl есть много других. Boring ssl, Libre ssl, Bear ssl, Wolf ssl. Они все созданы под определенные цели. Например, Boring ssl это по сути как бы клон open ssl, который в какой-то момент Google взял к себе и сказал, что мы пытаемся здесь решить проблемы, которые есть в open ssl. Комьюнити за open ssl, оно не очень быстрое, и они не очень быстро имплементируют новые security идеи. Там в open ssl до сих пор можно использовать md5, если мне не изменять память. То есть, они и не закрывают старые проблемные библиотеки, ну, алгоритмы, и не имплементируют новые. И Google такой, не-не-не, мы за Boring ssl будем следить сами, и у них это хорошо очень получается. Во всяком случае, в Android-приложениях у вас, в принципе, кроме Boring ssl особо как бы выбора нет. То есть, Google его прямо сильно пушит. И вот этот способ поставить Boring ssl под iOS, и эта прекрасная команда, она выкачает библиотеку под нужной вам архитектурой айфонов, она сразу же сгенерирует тестовый проект, подключит туда Boring ssl, и вы нажмете просто кнопочку, и она у вас запустится на девайсе. Знаете, как выглядит аналогичная аналогичная процедура, функция под Android? Пока не смейтесь. И это только первая команда. Под Android для того, чтобы билдить и скомпилить Boring ssl, вам нужно выкачать исходники, вам нужен cmake, вам нужно указать конкретно под какую архитектуру вы компилите, естественно, их много разных. Вам нужно указать уровень, как это, Android API, это какую операционную систему вы поддерживаете. Соответственно, если у вас несколько девайсов, а на Android у вас много девайсов, вам это нужно проделать столько раз, сколько у вас есть архитектур. И тогда, если повезет, вы сможете вот эти вот скомпиленные Boring ssl объединить в один FAT binary, то, что называется, бинарник с разными версиями, с разными архитектурами, вы можете его подключить в свой проект, и опять-таки, если вам повезет, оно когда-нибудь на чем-нибудь запустится. Это все просто к чему? К тому, что проблема номер один с крипт-библиотеками, с security-продуктами, это, блин, даже этап инсталляции. То есть, далеко ходить не надо, просто попробовать, просто заинсталить. И, естественно, мы как девелоперы, мы бы хотели, чтобы таких проблем не было, чтобы хотя бы инсталляция была легкой и простой. Дальше, естественно, все наши суперпроекты это не одна платформа. И когда мы говорим про безопасность, это не значит, что там, например, на мобильном iOS мы шифруем, на Android мы не шифруем. Нет. Мы рассматриваем всю платформу со всеми микросервисами, со всеми клиентскими апами, со всеми микросервисными серверными апами, с базами данных. Я уверена, что в ваших инфраструктурах больше, чем одна база данных. То есть, мы когда говорим про секурти, мы говорим о секурти всего. Соответственно, библиотеки, которые мы выбираем, они должны работать на всем. И сейчас, если вы смотрите и выбираете Либу, и видите, что она поддерживает только там, не знаю, только, короче, Ruby, или там, только PHP, а дальше что? То есть, требование номер два, после того, как мы успешно ее установим, мы бы хотели, чтобы она работала везде. Более того, не то, чтобы мы бы хотели, это обязательно, это прям требование номер один. Очень часто Либу поставляют сишные исходники, а вы должны сами это все скомпилить. У меня был такой опыт, мне не понравилось. Соответственно, даже если как бы говорят, вот си кроссплатформенный, мы тебе дали сишный код, а ты уж скомпиль. Это не совсем тот уровень кроссплатформенности, который мне, как пользователю криптобиблиотеки, хотелось бы иметь. Это просто, это даже не про комфорт, это про снижение секурити рисков, да, потому что можно налажать просто на этапе компиляции этого криптокода. Как это все порешать? Приступаем вот до проблемной части, к части решения. И, естественно, мы решения тоже обсудим по ступенечкам. Начнем с самой параноидальной ступенечки. Итак, проблема, мы защищаем пользовательские данные, самое параноидальное решение. Та-дам! Клетка Фарадея! У вас есть ужасный-ужасный девайс без доступа в интернет, он где-то там в клетке Фарадея, к нему никак не подступиться. Супер, секурная система, вот честно. Спросите у любого там криптографа, секурити-эксперта, вам скажут, надо секурную систему, вот, а еще лучше где-то там на острова в глубокую-глубокую норку. И это тот степень параноид, с которой сталкиваюсь каждый день реально довольно тяжело. Но, конечно, это не очень сильно юзабельно. Ну, я так надеюсь. Чуть более реальные штуки. Чуть более реальные штуки тоже по уровню паранойи. Следующие по уровню паранойи идут хардверные модули. Из хардверных модулей можно называть HSM, Hardware Security Model, и TPM, Trusted Platform Model. HSM-ы это отдельные, такие, короче, отдельные железяки, которые поставляются вендорами, и на которых вы проводите свои криптовычисления, и храните ключи. По сути, HSM-ы это такая отдельная среда для выполнения кода, отдельно от вашей всей системы, то есть оно внутри железки. И этим оно более секурно, потому что к нему тяжелее доступиться. И очень часто они используют в банках, в банках, собственно говоря, в банкоматах, в дата-центрах больших компаний. Просто любопытно, кто-то работал с HSM-ами? Так, два, три, четыре. Окей. Это больше, чем ноль. В TPM-ах TPM-ы похожие штуки, только TPM-ы это железки, которые вставляются уже в ваш, ну там PC, например. То же самое. Идея точно такая же, это провайдеры криптопримитивов, это провайдеры достаточно хорошего, достаточно хорошего уровня энтропии, да, то есть это источник рандома для использования в криптоалгоритмах. Это же штука, на которой хранятся ключи, это же очень часто используется для remote-тестейшн, для того, чтобы убедиться, что те процессы, которые запускаются на хостовой машине, они как бы секундные, запущенные из-под от правильного ресурса. Но то же самое, их довольно часто используют, но в чем в этом прелесть вообще? В том, что HSM и TPM это идея separation of duties и идея компарментализации. Да, мы разделяем, ну типа разделяем властвуем, мы разделяем выполнение криптокода от выполнения прикладного кода. И это основной, вот в секурте это основной принцип по минимизации рисков. Разделяй. Я имею ввиду, что запускать код в изолированной среде и там же хранить ключи это безопасно. Но это дико дорого, эти железки дорогие. Это vendor lock, да, то есть эти железки поставляются определенными вендорами и соответственно вы их используете, вы автоматом доверяете вендору. Потому что вендор знает какой там приватный ключ, то есть у вендора по сути вот доступ к реализации этих крипто алгоритмов, вендор за это все отвечает, и у вас зачастую нету никакого доступа к этим железякам без инженера вендора. И естественно это бывает тяжело поддерживать, а бывает тяжело суппортить, и сами системы, которые используют такие штуки, довольно тяжело проектировать. То есть если вы это не спроектировали заранее, просто так взять и передизайнить систему довольно дорого. Но как все-таки используют HSM и TPM? Их используют как часть гибридных систем. То есть клево, если они есть, клево, то можно выполнять крипто-код, но если есть возможность использовать, например, только на серверах, клево вы их используете, на клиентских приложениях, соответственно, вы их не используете и ограничиваете только софтверной криптографией. Ну, то есть вы пытаетесь сделать ваши приложения такими гибридными, где можете усилить security гарантии, используете, где не можете, соответственно, не использовать. Есть еще один момент, что когда ваше приложение обрабатывает какое-то sensitive data и шифрует его на HSM, вот эта вот дистанция в процессах и во времени, и в кусках памяти, которые sensitive data проходит, пока она plain text, она увеличивает attack scope, да, она увеличивает поверхность атаки. Поэтому то, что я говорила, дизайн системы с HSM и TPM должен быть очень аккуратный, чтобы, опять-таки, глупо использовать крутую железяку для криптографии, если у вас потом текст где-то в plain text можно легко достать. Едем дальше. Снижаем уровень паранойи, возвращаемся в наш прекрасный софтверный мир и говорим про софтверную криптографию. Кстати, очень многие организации, банковские и медицинские, они просто так морщатся и говорят, что, софтверная криптография, what kind of bullshit is this? Ну, и в чем идея? В том, что мы выполняем программный код, да, это криптография, она где-то выполняется, и среда, где она выполняется, если мы не можем ей доверять, то мы и этому криптокоду не можем доверять, мы не можем доверять тому, что эти данные потом точно так же могут быть расшифрованы. Но в чем прелести? В том, что это действительно кросплатформенно, есть куча библиотек, библиотеки под удобные вам языки, написанные такими же людьми, как вы, более, наверное, security-oriented. И главное, что в приложениях, где используют sensitive data, количество времени, когда данные в plaintextе, до момента, когда они расшифрованы, снижено. Ну и, конечно же, в отличие от железок на сетвертной криптографии можно построить разные алгоритмы, например, там, interactive cryptography, да, то есть алгоритмы, где нужно, ну, интерактивные, когда несколько сторон взаимодействуют с другом довольно быстро. С железками это намного тяжелее. В чем есть минусы? Очевидно, недоверенная среда выполнения кода. Для некоторых архитектур, типа вот для мобильных, там, где мобилочка, это клиент, это типа окей, то есть мобилочка считается плюс-минус доверенное средовое выполнение, опять-таки, если вы используете iPhone, то вы уже доверяете Apple. В некоторых архитектурах, типа WebBase, там, где у вас браузер, браузер не считается доверенной средовое выполнение кода. Выполнять, ну, криптография на JavaScript, это, да, это смешно, да, потому что кто угодно может заинжектить любой код, ваш супер JavaScript-движок, на ваш сайт, и как бы надеяться, что вы доверяете этому output, ну, такое. Хотя на самом деле есть довольно много компаний, которые говорят о том, что криптография в браузерах за этим будущее, есть штуки типа WebAssembly, да, то есть есть способы подключать криптографию в браузер, но не могу сказать, что это стало прямо industry proven и что это стало, что это соответствует security гарантиям, которые очень многие криптографы к этому выдвигают. Но, к счастью, над этим работают. Ой-ой-ой. Так вот, очень часто, как я уже говорила, комбинируют эти два мира, используют железяки там, где могут использовать, используют железяки как источник рандома, как источник энтропии, используют софтверную криптографию в прикладных приложениях и разделяют, типа разделяют властвую, что можно утащить, где можно утащить доверие в TPM, и утаскивают, где нельзя, не утаскивают, пишут, не ориентируются на пользовательские пароли, используют KDF и пытаются просто снизить риски для системы в целом. Это более гибко, это чуть менее надежно, но секьюрити — это всегда баланс между разными треш-холдами. Вы так на меня смотрите? Подождите, тут веселая картинка. Это же не сложно, ну скажите, или вам уже скучно? Да это не сложно. Сейчас мы перейдем к чуть более интересной практической части, ну честно, верь в Микки Мауш. Так вот, если делать саммари того идеального мира, который мы уже озвучили, что бы мы хотели от использования криптографии? Должно быть легко поставить, должно быть легко использовать, должно работать на всех платформах, должно быть так документировано, чтобы было понятно, где что копипастить. Open Source, я уже сказала почему, должно быть проверено, проаудировано, потому что, если это библиотека, которая написана условным Васей Пупкиным, то ваше доверие своей системы переносите на Васю Пупкина, а если он не криптограф или за ним не стоит security команда, то возникает вопрос. Поэтому аудит в security community must have. И time proven, в смысле, что security community очень плохо относится к разным нововведениям, и прежде чем какой-то алгоритм или метод доказывает свою надежность, уже от уровня математики в уровень имплементации, проходит достаточно много времени. Поэтому эта желтая лесенка это система принятия решений. То есть, вспоминаем начало. Мы программисты, у нас есть проблема защиты пользовательских данных. Что делать? Вспоминаем, как мы можем налажать, вспоминаем по степени паранойи возможные security решения. И вот наш суперответ. Security решения есть трех форм-факторов. Есть так называемые boxed solutions, коробочки, уже готовые security продукты. Это то, что полностью решает ваш use case. Возможно, в вашем продукте таких use case вам нужно несколько таких коробочек. Вы их забираете себе, платите за них деньги, например, и вы ничего не делали, просто подключили, оно работает, вы все порешали. Второе, это криптосистемы. Криптосистемы решают определенные use case с определенными гарантиями. Скорее всего, это библиотеки либо приложения, но вам нужно больше, чем одну, и вам нужно понимать, как их синтегрировать между собой. И, наконец-то, третье, то, о чем очень часто все думают, это крипто-библиотеки. Крипто-библиотеки, по сути, это просто сборник крипто-примитивов, сборник алгоритмов. И вам уже нужно понимать, что там использовать, как там использовать, там, как рынки ключи, например. Соответственно, принятие решения выглядит так, ступенька, ну, не нашли коробочное решение, поискали криптосистему, не нашли криптосистему, поискали крипто-библиотеку. Я чуть подробнее, чуть дальше об этом расскажу. И по моему опыту, чем дольше мы можем находиться на этих верхних ступеньках, тем спокойнее для нас же самих и тем безопаснее для наших же продуктов. Да, здесь еще есть одна ступенька, это копипастить код со стековерфлоу, но я решила ее сюда просто даже не включать. мантра криптографии. Don't troll your own crypto. Слышали? Ну, скажите, да, ну, притворите. Хорошо. Don't troll your own crypto. А в криптографии, в security означает, что, пожалуйста, не придумывайте свои крипто-алгоритмы. Почему? Потому что даже если вы придумаете и сможете разработать математическую модель, потому что, я же говорю, криптография — это математика. Даже если вы разработаете математическую модель, даже если вы проанализируете риски, вам будет казаться, что все окей. По факту это просто будет означать, что вы сами не можете придумать, как придуманную вашу же систему поломать. Но это же не значит, что никто этого не может сделать. Да, то есть найдется Вася, который поумнее, и поэтому основные крипто-алгоритмы, основные математические модели придуманы давным-давно, если честно. Ну и продолжают, по сути, придумываться. И вот количество времени от описания мат-модели до имплементации, до проверки разных способов, до риск моделирования, до атак, до того, как это все станет библиотекой, готовой к использованию, проверенной на баге и так далее, проходит очень много лет. И смысла для своего собственного продукта, если вдруг у вас есть идея, а я сейчас напишу маленький алгоритм, XOR не поможет. Давайте пообсуждаем вот эти ступенечки, эти лесенки один за одним, но начнем снизу. Крипто-библиотеки. Как я уже сказала, это какая-то законченная функция криптографии, там типа зашифровать, расшифровать, подписать, проверить подпись и все. Этих библиотек море. На GitHub есть супер-репозиторий Awesome Cryptography. Их там действительно очень много под разные платформы на разных языках с разными наборами инструментов. Но в чем проблема? Это очень далеко от Boring Crypto. Какие есть примеры? Noise. Так, давайте так. Noise, Libsodium, Temis, Kitsar. Вы что-то из этого слышали? Libsodium, может быть. Да, Libsodium слышали. Окей. Noise — это протокол. По сути, это фреймворк для encrypted communication. Libsodium. Ну, Libsodium, понятно. Libsodium — это суперизвестный порт security-библиотеки на 3-хлор NHCL. Большое собрание криптопримитивов основано… Там очень крутые есть штуки. Например, они первые придумали так называемую криптокоробочку. Они так называли ее бокс. Это алгоритм, это хранение данных, это шифрование данных при хранении. Это не просто IES, это плюс еще integrity checks. То есть, вы не просто храните данные зашифрованно, вы еще проверяете их целостность. То есть, расшифровывая данные, вы можете проверить, кто-то их пытался поменять, либо не пытался. И, если я правильно знаю, именно в натрий-хлор и, ну, как бы, в lip-sodium, соответственно, первый раз появилась такая концепция. И программистам не пришлось самим это все реализовывать, у них это была готовая коробочка. Temis, это та open-source библиотека, над которой я работаю, ну, которую я мейнтейню, там сишное криптоядро и 8 вроперов под высокоуровневые языки. Соответственно, это шифрование данных при хранении, шифрование данных при передаче. Очень широкие юзкейсы, можно использовать много где. Самое клевое, что, в отличие от lip-sodium, мы скомпилили это уже под разной архитектуры. То есть, если у вас есть большая инфраструктура, вы используете одну библиотеку и она подходит почти ко всему. Kitsar это гугловская, ну, так, Kitsar это гугловская библиотека для, тоже как источник криптопримитивов и управления ключами, о чем намекают слова Kee. Едем дальше. Пример. Это, наверное, да. Это пример Temis. Это пример, как сделать секурный туннель между двумя любыми клиентами. По факту это может быть приложение-приложение, это может быть клиент-сервер, сервер-сервер, микросервис-микросервис. Что мы делаем? Мы просто говорим Secure Session, подсоединяйся и отправляем сообщение. Получаем сообщение «Все». Вот эта штука позволяет нам построить end-to-end в ваших архитектурах реально за семь строк. Вот это то, что в Temis мы стараемся очень сильно приблизиться к идее Boring Crypto. Криптосистемы. Как я уже говорила, криптосистемы комбинируют секурити-функции и они покрывают один конкретный юзкейс. Какие бывают криптосистемы? Axolotl это протокол для мульти-юзерной коммуникации, то, что используется сейчас в сигнале. Слышали? Сигнал, секурный чатик. Да, Axolotl протокол, на котором они основаны. Дальше. Гермес. Гермес это еще одна наша опенсорсная штука. Это фреймворк для криптографического access control. Для распределения данных, которая основана не на ролях, а на криптографических ключах. ZeroKit это фреймворк реально очень похожий решают. У ZeroKit есть еще интеграция к healthkit, то есть к этому капловскому движку для хранения и управления медицинскими данными. Ну, SSL, TLS очевидно. Вот SSL, TLS это криптосистема, которая решает один use case. Понятный пример. Да, то есть вы как вы убираете, выбираете из use case. У вас есть чатик с кучей пользователей и вы хотите между ними общаться end-to-end, окей, Axolotl. У вас есть база данных, где данные пользователь может шарить между разными сторонами, например, медицинские данные, пациент шарит разным врачам, но при этом эти данные зашифрованы и при этом пациент управляет доступом к этим данным. Вы берете гермес. Вы хотите похожее с интеграцией к health application apply, вы берете zero kit, то есть от use case. Пример, а, собственно говоря, в примере и есть гермес. Одна питоновская команда и вуаля, ваши записи в базу зашифрованы, причем будут расшифрованы только для юзера один. Все, никто больше не сможет это посмотреть. Точно так же вы даете доступ на чтение, это доступ на чтение до юзера один. Похожие команды можно дать доступ на запись для кого-то юзера, либо его револкнуть. Изи. Третья ступенечка, самая верхняя ступенечка в нашей лесенке, это вот эти коробочные решения, это по сути и криптосистема, и use case. То есть это и криптография, и какие-то пользовательские функции. От начала до конца. Вы уже используете эти коробочные решения. Некоторые из них прям каждый день. Следующий слайд, следующий слайд. Вот, SSH. SSH вы используете, я вот уверена, да? Скажите, да, мы используем SSH. Так вот, вы используете коробочные решения в мире криптографии, потому что в SSH есть и криптоалгоритмы, и пользовательские функции. Кроме этого, Accra это open-source штука для защиты баз данных. Ваулт, вы знаете Ваулт? Вы знаете Ваулт? Это хранилка ключей, хранилка секретов. Ну, TrueCrypt тоже, думаю, знаете, используется для управления контейнерами. Так вот. И пример у нас откуда? Пример у нас из Акры. Пример из Акры, одна команда докеровская, которая поднимает вам целую систему, состоящую из пяти микросервисов, которая защищает базу данных, которая выстраивает Firewall, Intrusion Detection система и веб-интерфейс к ней. Почему это клево? Потому что одна команда поднимает из ада кучу микросервисов. то есть Boring крипто это то, что делается легко, просто и тяжело себе выстрелить в ногу. Я примеры подбирала того, что выглядит более Boring. Да? Это какой-то движок есть там со своим полу-лайдом кейсом, через который мы можем стартануть докер-компоузе. А ну если вы про Крут, то у вас просто есть докер-компоуз, который вы стартуете у себя где угодно. Понятно. Что там внутри? Да. Я имею в виду, что если я не на своем hardware развернуть, это возможно? нужно там в облаке где-то этот движок этой акры останавливается для того, чтобы это сработало? Ну акра поставляется как вы можете собрать с сердцом, вы можете загрузить себе докер-имеджи, соответственно вы можете это делать на своих серверах, на арендованных. Это software, а не сервис. То есть его нужно где-то захостить. Но если вы хотите использовать акру как сервис, поговорите со мной и может быть мы что-то порешаем. Возвращаемся к нашей лесенке. Как я уже говорила, когда вы решаете свой use case, как программисты, не лезете в паддинги, не лезете в анализационные векторы, первое, что вы делаете, ищите вот эти бокс solution, которые решают ваш use case полностью. Находите, дико радуетесь и экономите время, деньги и с определенными секрети гарантиями решаете свою проблему. Если вы не нашли бокс solution, вы начинаете искать криптосистему. Возможно, есть что-то, что вы можете встроить в свой код, который максимально вам это все порешает. Свой ап, свою инфраструктуру, но это добавляет больше гемора, потому что вы должны понять, как это встроить и правильно это использовать. Если вы не нашли криптосистему, приходится искать криптобиблиотеки. Криптобиблиотеки тут нужно понимать, как они работают, их нужно саппортить, нужно проверять их на баги на vulnerability, и их нужно подружить с вашим кодом, и главное, скомпилить для вас. Почему мне так не нравится выбор криптобиблиотек? Потому что это, например, схема очень простая, как выбрать библиотеку под iOS, в зависимости от вашего юзкейса. я не хочу делать такие выборы. Вот. Это было не секурное приложение, хоп-хоп-хоп, стало секурное. Тут в зависимости там данные нужно, короче, в зависимости от уровня разработчика, блин, не видно, это там криптосайентист, вот криптосайентист клево может использовать OpenSSL, или это Common Crypto, плоский движок, и без проблем, потому что он знает эти все паддинги и так далее. Либо это просто девелопер, который хочет данные либо хранить, либо передавать секурно, либо и то, и то. Соответственно, тесты, валидации, и, может быть, все получится. Не хочется делать такие выборы, поэтому крипто-библиотеки это всегда путь к геморрою. Делаем Outro. Как я уже показывала на начальных слайдах, в принципе, у нас с вами нет никакой проблемы с криптоалгоритмами. Криптоалгоритмов в мире существует много, они очень разнообразные, и можно подобрать, так сказать, под юзкейс, какой нравится, там, to fish или blow fish, какая разница. Но исследования показывают, что проблемы не в криптоалгоритмах. Да, проблема в том, что они очень сложные в использовании. Проблема в том, что использование тянет за собой массу сложностей, массу трудностей, массу времени, и это приводит к багам, это приводит к vulnerability, это приводит к лажам и бессонным ночам. Вы знаете, что это? Ну да, это керосинка, свет в конце туннеля, правильно. Это керосиновая лампа, не знаю, если вы помните, я помню, у моей бабушки была, ну, не совсем такая, просто керосиновых ламп, очень много, разных конструкций, и, по сути, люди, которые там жили в разных регионах, они придумывали их по-разному, и нужно было иметь там в городе какого-то человека, который эти лампы делает, потом нужно было очень сильно геморрориться, потому что есть масло, есть фитиль, соответственно, ходить, постоянно доливать туда масло, вставлять фитиль, и главное, когда вы вечером хотите включить свет, нужно было обойти все эти керосиновые лампы и их подзажигать. Сложно. Почему вот эта лампочка Эдисона, да, почему лампочка Эдисона стала такой популярной? Там все еще есть, собственно говоря, лампочка, то есть расходники все еще есть, но в отличие от керосиновой лампы в лампе Эдисона, для того, чтобы включить свет, нужно было сделать одно действие, кнопочку нажать. Выключить свет точно так же, кнопочку нажать. Что сделал Эдисон, в чем вообще его супер заслуга, он первые лампы продавал по демпинговым ценам, и он строил электростанции и проводил провода в дома людей. То есть он сделал свет как технологию суперконтролируемой. Если бы он знал, что мы за этого ночами сидим и ходим, а не ложимся спать, как раньше, потому что закат. Так вот, он сделал свет контролируемым, и в этом основная популярность этой лампы. Собственно говоря, криптография. Чего мы хотим от криптографии? Мы хотим в принципе того же, что и от лампы Эдисона. Мы хотим сделать так, чтобы безопасность этих всех криптографических штук была контролируемой, она была предсказуемой, она была простой в использовании, и вот главное, ключевое слово, она была скучной в использовании. Включил, работает. И все. Слайд для расслабления. О чем мы поговорили сегодня за этот час и три минуты? Мы поговорили о типичной проблеме, которая бывает у вас, ну, раз вы тут все пришли, которая бывает у вас при защите данных пользователей. О том, какие есть в этом ошибки. Начиная от того, что мы неправильно выбираем скоуп данных, мы очень часто забываем про технические данные, мы очень часто забываем про регуляции, которые действуют в нашем рынке. Мы неправильно выбираем, даже когда мы выбрали окей данные, мы предполагаем, что, например, мы будем их шифровать, мы же клевы, мы молодцы. Мы неправильно выбираем алгоритм шифрования, после этого, потому что мы не в курсе, какие есть, какие использовать. Мы неправильно выбираем параметры в этого алгоритма, потому что мы вообще не в курсе, что тут есть параметры. Мы неправильно управляем ключами, потому что внезапно, недостаточно шифровать, нужно управлять ключами. И главное, мы это все делаем неправильно во всей нашей инфраструктуре, потому что она здоровенная, и есть еще бэкап. И пытаясь решить эту проблему, у нас здесь несколько способов решения в зависимости от уровня паранойи. Да, мы можем, короче, убежать в норку, сидеть и думать, нет никаких данных, нет никаких проблем. Не работает. Мы можем использовать хардверные штуки, такие как HSM и TPM. Выносить работу с криптографией в хардверные штуки. Это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, это дорого, и не под каждую архитектуру подходит. Мы можем использовать софтверную криптографию, что, наверное, для нас здесь всех, это выбор by default. В софтверной криптографии мы понимаем, что в зависимости от архитектуры нашей системы доверие может быть у разных частей, доверие может быть на серверной части, доверие может быть на клиентской части. Нам нужно использовать разные шифрования, разные типы архитектуры криптосистем. Какие они бывают? Они бывают трех факторов. Это коробочное решение. Нашел. Оно решает полностью ваш скейс. Ключили, работает. Зашибись. Очень быстро и с определенными секьюрити-гарантиями. И зачастую дешевле, чем искать криптосистему и встраивать ее в свое приложение. Или, что еще хуже, искать криптобиблиотеку и встраивать ее в свои приложения везде в нашей инфраструктуре. Про стековерфлоу я сейчас не говорю. И выбирая эти все библиотеки, криптосистемы или коробочные решения, у нас есть несколько критериев. Оно должно быть скучным в использовании. Boring Crypto. Оно должно работать на всех платформах. Оно должно быть желательно open source. Оно должно быть проаудировано. Оно должно иметь понятную документацию. Оно должно быть просто поставить. Ну, просто использовать. Казалось бы. Что-то делать-то вообще ничего не надо. К счастью, некоторые из решений есть. То есть не все так плохо. Такие решения есть. Их можно нагуглить. Для некоторых юзкейсов вы можете спросить меня, я им, может, что-то посоветую. Некоторые примеры я уже приводила. В общем, есть этот свет в конце туннеля. И есть эта вот лампочка Эдисона, которая олицетворяет современную криптографию в моем исполнении. Я знаю, что вы очень любите читать про security. Я прям вижу, что вы прям загорелись и подумали, точняк! Читать про security. Там было несколько ссылок в слайдах. И, естественно, я подготовила вам еще несколько ссылок. Например, вот этот концепт Boring Crypto Даниана Берштейна. Это его презентация. Дико советую, но очень прикольная. Но очень простая. Очень простая, очень прикольная. Проблема вот это вот исследование, почему, откуда эти уязвимости в софтвере. Потом, как же все-таки нужно дизайнить криптографические софтвера, для того, чтобы возникать как можно меньше было боли. Естественно, это было только первая страница, есть вторая страница. Ну, в общем, на какие-то GitHub репозитории, на какие-то полезные ссылки. Если вам действительно интересно, начинайте, можете с этого начать. Можете пингануть меня. Я рассказываю про разные, совершенно разные штуки, ну, security-штуки. Там про Zero Knowledge Architecture, соответственно, про Zero Knowledge Proof протоколы, про конкретные техники гип-менеджмента, про User-Centric Trust, из последнего, наверное, про то, в каких архитектурах применять какие схемы для шифрования. Это как раз про доверие в разные стороны. Есть на GitHub доклады, видео и блокпосты. Но если что-то интересно, вот почта, твиттер, не знаю, спикердек, всякое такое. И спасибо вам большое. Я предлагаю сейчас сделать, ну, если у вас есть вопросы, давай так, у вас есть вопросы? Есть вопросы? Тогда я предлагаю сейчас сделать какую-то сессию вот вопросов на, не знаю, там, минут на 10, а потом перерыв. И если вам еще интересно поспрашивать про какие-то другие security-штуки, я же говорю, я здесь до, короче, 12 ночи, ну, не здесь конкретно, но в Днепре, можем после этого пообщаться про другие security-штуки, которые вам интересны. Если вам не интересно, я запомню ваши лица, но вы можете уходить. Шучу, не запомню, не всех. Давайте вопросы. Есть два вопроса. Так, микрофон. на котором регистрируются пользователи, мы им делаем всякую рассылку, там, полезные видосики скидываем. И есть еще несколько, ну, то есть, и есть iOS и Android приложения, которые тоже, ну, идут под эту регистрацию. Так. То есть, ну, как бы все в одном сервисе. Я так понимаю, что скоро европейское сообщество скажет, что внедряйте какую-то систему уже сказала, на шифрование, ну, и это нужно как-то внедрить. То есть, самыми дешевыми способами, как это сделать. Самыми дешевыми? Да. Я знаю, вот самый дешевый способ, самый дешевый способ. Так, как сделали многие американские сервисы 25 мая, когда GDPR стал активным, они просто перестали работать в Европе. Ну, если, ну, серьезно, и абсолютно серьезно. Unroll me, например. Они просто написали, sorry, если вы из Европы, мы для вас больше не работаем. Дальше некоторые издательства типа Los Angeles Times или New York Times, они что сказали? Они сказали, ну, окей, мы пока разбираемся с GDPR, и пока мы разбираемся, мы для европейских пользователей выключим все трекалки на сайте. То есть, это сайты новостей, и они выключили у себя там Google Аналитику, вот эту всю, потому что GDPR их обязывает говорить пользователям, куда они отправляют пользовательские данные. Поэтому они это все выключили со словами, вот в Штатах версия с трекалками, а в Европе версия без трекалок. Они как-то проверяют европейцы? Ну, просто разделили по эпишникам, типа. Любопытные пользователи Твиттера замерили время загрузки сайта для Европы и сайта для Штатов, и обнаружили, что он загружается, потому что типа 80 раз быстрее. И подняли хайп на эту тему, что... Так вот, то есть это самый дешевый способ. Ну, то есть, естественно, не для бизнеса, для технических специалистов. Для бизнеса по GDPR, если конкретно вот мы сейчас про GDPR, про регуляции много, есть украинский закон о захисте персональных данных. Ну, пока украинский закон как-то не притесняет, и просто как бы от Европы могут быть более жесткие, наверное, меры. Потому что у нас никто не проверяет. Вы правы. Короче, я про GDPR могу рассказывать там следующие минут 10. Это будет очень увлекательно. Окей? Тогда давайте сначала про кдф. Так, я уже его нагуглила. Так. Туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. Key derivation function. Тролевали, воле, троли. Где же здесь конкретные... Скажите мне, если увидите здесь конкретную функцию для хэширования? Это понятно, это понятно. Password хэшинг. Да, это типа... Самое частое использование кдф это для password хэшинг. Так, тролевали, тролевали. Вот shadow password. Ну, когда мы не показываем реальные пароли, а как бы превращаем их... Деравим, короче, от реальных пользовательских паролей что-то. Да, то есть мы их разделяем. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Сейчас мы найдем. Argon 2. Короче, кдфы не используют md5. Они составные... То есть идея в чем? Идея очень похожая, что это может использоваться для хэширования паролей, но кдф... У кдфа результат работы обладает большими секреты-гарантиями. Там используется... Не вижу здесь это в Википедии, но там используется несколько... Короче, взаимодействие из нескольких там хэширующих алгоритмов с определенными изменениями. Это сложнее, чем md5. md5 — это простая функция, простой input, простой output. Ну, хэш, короче, как output. И главное, что md5 сейчас очень легко вычисляется. По сути, любая хэширующая функция так называемая односторонняя функция. Из input вы легко получаете output, из output вы не можете, не должны получить input. Но это все математика. И обладая определенными компьютерными мощностями, вы можете от output получить input, но это занимает очень много времени. Вы ищите эти prime numbers. И для md5... md5 настолько слабый, что сейчас вам достаточно там нескольких секунд, для того, чтобы поломать большую часть md5-овских хэшей. Вы просто их перебираете. Соответственно, если у вас есть production-система, которая до сих пор хэширует пароли в md5, у меня для вас плохие новости. Потому что в Украине достаточно сильная security community, и очень часто на небольших митапах и небольших сходках показывают там государственные сайты и базы с государственных сайтов. И просто играючись находят эти все пароли, ну, типа, кто-то это писал давным-давно, но сейчас md5 — это там no-no, SHA-1 — no-no, да, то есть SHA-1 уже old-school, SHA-2 — окей, если это там SHA-256, лучше SHA-512. А скоро уже SHA-3, и новые ARM-процессоры, они на хардверном... ARM стал выпускать серверные процессоры, и они на хардверном уровне поддерживают SHA-3. Что для нас это значит? Для нас это новая, более стойкая, хэширующая функция с хардверной поддержкой, быстрая. Про KDF, короче, все, что я могу сказать, да, то есть это разные, разные идеи, разные штуки, я не могу здесь найти, какие конкретно хэширующие алгоритмы используют KDF. Насколько я понял, KDF — это то же самое, что md5, только чуть посложнее. Да, давайте скажем так. Чуть посложнее, вот чуть посложнее там мы звездочку такую поставим. Ну, видите, здесь довольно много всего KDF, довольно много как-то... Output KDF обладает большими security гарантиями и большими характеристиками, чем output md5. То есть то, что получилось в результате работы KDF, оно более как-то стойкое. Про GDPR. Готовы слушать про GDPR? Да? Сейчас я вам сделаю ужасную вещь. Я могу показать презентацию своей коллеге. Хотя ладно. Или да, или нет. Ладно, не буду показывать презентацию своей коллеге, так расскажу. GDPR. Техническая часть GDPR. Потому что GDPR — это регуляция, которая вам как компании грозит на многих уровнях. Да, то есть очень просто. GDPR говорит о трех кусочках. Как вы данные получаете, как вы данные обрабатываете и как вы данные системы убираете. Легко. Но к этим трем кусочкам у вас есть организационные требования, как компании, как процессы, технические требования. И legal. Ну, короче, legal. Юридические требования. Legal мы оставим в сторонке. Я в этом небольшой специалист. В Украине есть компании, если что, в Украине есть компании, которые уже, в принципе, готовы помогать GDPR compliance на legal уровне. Да, то есть как переписать ваши terms of service. Как они должны быть написаны? Как должно быть ваше написано там вот это соглашение, кроме terms of service, там другие пользовательские соглашения. Какие должны быть тексты, что вы там должны указать. Для организационно. Организационно GDPR говорит вам о том, что как только у вас произошла утечка данных, а в GDPR это нормально, то есть они как бы понимают, что действительно компании текут и утечки данных происходят. Как только у вас произошла утечка данных, вы должны, как организация, в течение небольшого времени, от 24 до 72 часов, когда вы обнаружили факт утечки, сообщить, во-первых, пользователям, чьи данные утекли, о том, что их данные утекли, вы об этом знаете, и вы принимаете все меры, чтобы предотвратить это в дальнейшем. И сообщить регулятору, GDPR регулятору о том, что вы знаете, что у вас есть утечка. Это организационный момент. Дальше из организационных моментов у вас так называемый double opt-in. Вы когда спрашиваете у пользователей их данные, недостаточно уже одной галочки. Типа там, да, я согласен, там нужно быть две галочки, ну, double opt-in. А сейчас те e-mail, которые вы получали, мы обновили, privacy policy, вот это вот. В части этих e-mail вы могли видеть кнопку, пожалуйста, если вы все еще хотите пользоваться нашим сервисом, нажмите на кнопку. Вот это как раз и есть double opt-in, потому что первый раз вы им разрешили уже использовать свои данные, когда вы там зарегистрировались либо оставили свое мыло, а вот это они вас спрашивают второй раз. И те e-mail, и тех компаний, у которых кнопки не было, они как бы не до... не достарались, да. То есть вы должны дважды переспечить пользователей, и по сути те пользовательские базы, которые вы уже имеете, вы как бы не имеете права использовать эту пользовательскую информацию, пока вы опять каждому пользователю не придете и не переспросите. Что? Сейчас в современных формах нужно будет делать просто две галочки на одном экране, то есть я прочитал и согласен, вторая галочка, то я точно прочитал и согласен. Сейчас. Есть прекрасный... Во-первых, кстати, есть прекрасный сайт. Я дико рекомендую GDPR-info. Сейчас, пока он загрузится, я найду вам второй сайт. Есть прямо технический гайд. Дайте мне секундочку, я его найду, и там вот прямо про кнопки все суперски написано. Именно про кнопки. Так, я его, наверное, найду из Фейсбука. Есть в Фейсбуке группа GDPR и украинский бизнес. Если вы хотите, пинганите меня в эту группу. Ну, там, она ищется, но она, типа, закрытая. То есть вы находите ссылку, говорите, я хочу присоединиться, и там кто-то вас опрубит. Сейчас я все покажу. Насчет кнопочек. Пока оно все грузится. Дальше. Из организационных моментов. Ваш data flow должен быть понятен. И язык, с которым вы общаетесь с пользователями, должен быть понятен. То есть GDPR, одно из таких основных требований, это то, что вы описываете, должно быть суперпонятно. Это не сложный юридический язык, как мы привыкли. Это простой и понятный язык общения с пользователями. Соответственно, вы переписываете свои вот эти все полосы простым понятным языком. Если вы данные храните не в ЕУ, вы об этом тоже говорите. То есть GDPR вас не призывает, не обязывает хранить все данные в ЕУ, но предполагает, что вы сообщите пользователям, если храните не в ЕУ. Дальше из организационных моментов. Вот это загрузился, это текст стандарта GDPR. Он очень просто читается. Там всего 216 страниц, там не очень долго. Без сарказма, он легко читается. Тут описано, кстати, на кого это касается. Вот там где-то описано definitions, да? Вот definitions. Там описано, что такое sensitive data, что такое identifiable sensitive data, про кого это все. Вот там personal data, что такое процессинг. Потому что в GDPR есть сущность data processor и data controller. Да, соответственно, организации, которые данные процессы… Ну, короче, почитайте. Я чувствую, это все интро к технической части. Есть data security officer. Это новая роль в вашей компании, которая… То есть это как человек, шапочка, да? Это роль того, кто должен заниматься вашими security policy и compliance к GDPR. Data security officer. Что еще из организационных штук? Да, все, наверное. Чисто технически GDPR как регуляция действует для всего Евросоюза, но это такое, это как umbrella, да? Umbrella регуляции. При этом каждая страна Евросоюза может добавить в эту регуляцию что-то свое. Например, Португалия. Португалия вообще красавчики. Они написали свой супертехнический стандарт, ну, потому что GDPR, он не технический. Как я уже говорила, это про права. А Португалии решили сделать все круче и не написали супертехнический стандарт, прямо указывая, какие алгоритмы, с какими длинными ключей, где использовать. Пока говорят, что это стандарт только для государственных сервисов, но он действительно очень странный. Либо там перевод с португальского на английский не очень, либо они прям в очень странном состоянии его писали. Соответственно, для каждой страны могут быть свои законы, которые более конкретно объясняют определенные правила GDPR. В сфере международного права, если у вас продукт, который работает не только на Европу, а, например, на Штаты, и FDA, FDA штатовская, организация, которая, скажите мне, Drug, Federal Drug Association, по-моему, организация, которая тоже занимается медицинскими данными. GDPR у вас может требовать данные пользователя удалить. Типа я, пользователь, я хочу удалить свои медицинские данные. Согласно GDPR, вы должны ему дать это право. Согласно FDA, вы должны хранить медицинские данные в определенных случаях столько-то лет. Что делать? В GDPR написано, что вы отдаете, вы как архитектор своей системы отдаете предпочтение более строгому закону. То есть it's up to you. Да, вы объясняете, почему вы на реквест пользователя удалите, не удалили, потому что так-то требуют FDA. Как на самом деле GDPR будет работать в сфере международного права с остальными законами, с британским законом Data Protection Bill? Увидим. Очень ходят слухи, что в Штатах возьмут GDPR и перенесут, сделают его работающим для Штатов. При этом, я предполагаю, подружат его с местными законами, потому что пока в Штатах нету единого закона, который говорил бы о персональных данных. Так, мы готовы... Она все еще грузится. Sorry, тут, видимо, нас очень много, интернет очень медленный. Я все еще гружу ссылку с кучей технических деталей. Технически. Данные, которые заходят, вот эти кнопочки Double Opt-in, дальше данные вы процессите, вы храните. Сразу же первое требование вы храните... Ну как? Первая идея, которая выходит из регуляций, вы храните отдельно данные идентифицирующие от неидентифицирующих. То есть анкета личные данные Васи Пупкина в одном месте, а его история использования вашего приложения в другом месте. По таблицам. Разное. Для того, чтобы когда он решил свои данные удалить, вы удаляете идентифицирующие и вдруг вам нужно, можете оставлять те данные, которые не идентифицируют. Например, если вы телеком-оператор и вы хотите понимать, как пользователи пользуются, вам важна эта статистика. Но пользователи требуют удалить свои личные данные. Ну окей, личные удаляете, эти оставляете. Дальше GDPR статья 32 и 35 это вот самая мякотка. Это Secure Data Processing и Secure Data Transfer. Это то, что говорит, что данные, которые вы обрабатываете, вы должны шифровать. И причем шифровать не просто хазычем, а шифровать алгоритмами, которые State of the Art. Цитата. Да, то есть это современная криптография. Статья 35 это то, что данные, которые вы передаете, вы тоже должны шифровать. Статьи 33-34 это про intrusion monitoring, про мониторинг, проникновение, плохое слово. intrusion detection, в общем, это, sorry, не знаю по-русски. Intrusion detection и мониторинг. Соответственно, вы в своей вторжении, да, вы в своей системе должны понимать, когда кажется, что к вам происходит, к вам кто-то лезет, да, там, говоря, сленгом, что поведение вашего клиентского приложения аномальное. Вы должны это понимать, вы должны это мониторить и отсекать эту активность возможностей. GDPR это пролагирование, соответственно, ваш data flow описан, и доступ к sensitive data в идеале имеют только носители этой sensitive data. Ну, то есть, это может быть end-to-end система, в которой никакой администратор базы данных не видит данных plaintext. но иногда это невозможно, то есть, не все системы фактически могут быть end-to-end. Тогда у вас должны быть строгие логи, кто и когда доступался к этим данным. Кто, когда, почему? Потому что потом по логам, если у вас произошла утечка, вы показываете регулятору, а вот есть логи. То же самое, вы регулятору показываете, а вот моя схема, вот мой data flow, а вот мои security policy. Да. Кого? High trust. Да, это, ну как, да, в каких-то моментах да, в каких-то нет, потому что GDPR, это, ну, это не революция, это не внезапно что-то. GDPR это эволюция прав, законов о правах человека в ЕС на протяжении последних 20 лет. Предыдущий закон о персональных данных у них был в 97-м. Вы прикиньте, 97-е, это, короче, ну что там Nokia, какие там были мобилочки, и, по сути, от 97-го года до 25-го мая вот этого года все данные, всю работу с персональными данными регулировал закон, сделанный еще вот в эпоху, в общем, Nokia какой-то там 33-10, да. То есть, GDPR это прямо эволюция, они над ним работали реально 20 лет, и последние несколько лет это были очень активные обсуждения, и вот Казаклэпс, как британская компания, входит в какой-то там конгломерат эти компании Британии, и реально там были обсуждения GDPR, как, что, где, как его, где там какие штуки сделать, то есть, это результат общения. Что еще технически? Про криптографию сказала, про intrusion detection сказала, про логи сказала, про security policy тоже сказала, про удаление вроде тоже сказала. Я могла что-то упустить, я наверняка что-то упустила, там 97 артиклов, и сейчас я все-таки, если загрузится, я вам покажу эту прекрасную ссылку, она до сих пор не загрузилась, к сожалению. Я покажу эту прекрасную ссылку, где великолепно написано, что, где, как, куда технически. Короче, если вкратце, сделать GDPR, быть GDPR compliant легко и просто, никак. Если к вам будет приходить какая-то IT-компания со словами дайте нам денег, а мы сделаем GDPR compliant, это бушит. Потому что GDPR это регуляции, и они затрагивают не только data security, они затрагивают вашу организацию, ваши процессы, ваши документы, ваш способ написания кода и так далее. Это не то, что можно взять в коробочке и принести кому-то. Но, к счастью, так или иначе, части из этого вы вполне можете, ну, вполне реально сделать самому. И главное, что как GDPR мотивирует. Вот. Вот о чем я сказала. Мотивация. Какая у них мотивация, чтобы компании это все делали? Ну, штрафы. И причем штрафы не кислые. Самый как бы максимальный пока, максимальный озвученный штраф это 20 миллионов евро или 4% годового оборота или дохода. И чего это значит? Это значит, что если вы вот не попытаетесь, не сделаете хотя бы некоторые шаги, то в худшем случае вам будет светить штраф на очень много денег. И скорее всего вот это очень много денег, намного дороже, чем хоть что-то имплементировать. При этом, так как закон только, регуляции только вступили, если вы знаете, в пятницу, 25 мая, в пятницу уже был создан, уже был подан коллективный иск против Фейсбука и Гугла на 8 миллионов. Ну, то есть мы миллиардов, миллионов, правильно, 8 миллиардов. Ну, то есть, как это все будет развиваться, кто реально, сейчас, кто реально будет эти штрафы стягиватые, мы увидим. Естественно, в GDPR штрафы это не первое. Да, то сначала там с вами связывается регулятор. А, и нету презумпции невиновности. Ну, как это работает? Я там, например, гражданин ЕС, например, я подозреваю, что компания X нарушает мои права. Это же про права. Нарушает мои права. Я иду к своему регулятору, а в каждой стране типа, по идее, должен быть орган, который отвечает за права. Я иду к своему регулятору и говорю, эй, регулятор, мне кажется, компания X нарушает мои права. Всё. Регулятор приходит в компанию X, такой, мне тут сказали, что вы нарушаете права граждан ЕС. Это вообще что такое? Докажите, что вы не нарушаете. То есть презумпции невиновности нет. И вы, как компания X, такие, окей, смотрите, это наша Data Security Policy, это наши Terms of Service, вот это наш Data Flow, вот это архитектура нашей системы, мы сделали вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, у нас работает вот это, вот это, вот это, а помните, у нас была утечка, мы о ней вам сказали. То есть вы, как компания, показываете, что вы сделали, чтобы соблюдать права пользователей. Если вы не показываете, если мы там абстрактно придумываем ситуацию, что компания, например, зарегистрирована в каком-то условном Никарагуа или Украине, и вы не отвечаете на эти e-mail, вы не отвечаете на эти e-mail как компания, что вам сделают? Ну, напишут еще один e-mail, ну, через время еще один e-mail, ну, подадут на вас международный суд. Может ли, ну, можете ли вы как компания как бы избежать штрафов? Ну, наверняка можете. Если репутационный, то есть зависит от компании, да, если репутационные риски того, что на вас подали в суд, ну, вам как бы вы просто сидите себе в бункере и все окей, но не проблема. Очевидно, очевидно, будут такие компании, очевидно, будут такие компании, которые не хотят к этому эскалировать. Как будет это все происходить в международном праве, я без понятия. Да, то есть мы увидим прецеденты, увидим реальные, нашла, увидим реальные иски и, главное, реальные штрафы, и тогда плюс-минус поймем, на каком этапе их там будет всех штрафовать. Конкретно за себя могу сказать, что, я же говорю, мы знаем определенных юристов, украинских, которые уже готовы помогать с GPR, с переписыванием документов. Я могу, вот наши продукты покрывают статьи, помогают покрыть статьи 32, 35, 33, 34, в меньшей мере. Есть, в Украине есть достаточно компаний, которые проводят аудиты, которые проводят пентестинг, потому что вам нужно убедиться, что ваша система работает. Да, то есть, в принципе, есть с чего начинать. Чек-лист такой хороший получается. Последняя ссылочка, которая грузится, та первая, которую я хочу вам показать. то есть, по-вашему, в гостевой сети чужой компании, ладно, не открытой, закрытой гостевой сети чужой компании стоит ходить по всем ресурсам? Ну, согласна с вами. Так, article for developers. Простите, что я буду стоять полубоком, но мне тяжело. По кнопочкам. Про целый кусок о том, как должен быть реализован, где он тут? Ниже, выше. Forget me. Да, что вот прямо вот написано у вас должен быть метод, который берет user-id и удаляет персональные данные оба этих пользователей. И, естественно, вы должны это все протестировать. Дальше. Описано, описано, описано. Про кнопочку. О, кстати, еще очень клевый GDPR, это то, что вот вашей, privacy policy вы описываете, что вы делаете с данными и кому вы их отдаете. Соответственно, если вы используете всякие там short-party компании, с которыми вы делитесь данными, вы должны понимать, что они с ними делают, потому что внезапно это ваша ответственность, что эти компании будут делать с данными, которые вы им отдадите. Именно поэтому вот эти Los Angeles Times или New York Times закрыли все трекеры, выключили все трекеры, потому что вы должны понимать, кому вы эти данные даете, что они делают, и являются VGDPR compliant эти продукты. Куча геморая. Дальше. Вот это вот то, что я рассказывала, что определенным, что у админа не должно быть доступа к определенным, в идеале, к всем sensitive data всех пользователей. но здесь конкретно приводится пример, что в соответствии с article 18 вы можете сделать такую галочку у пользователей, типа помечать его и restricter. И тогда, если у пользователя стоит такая галочка, тогда его в принципе его аккаунт не будет видно вашим админам, модераторам, продавцам вашей системы. Экспорт. Про экспорт сказали, что у пользователя в любой момент должна быть кнопочка забрать все свои данные. Если вы обратили внимание, у твитера глубоко в настройках появилась такая кнопочка у фейсбука, глубоко в настройках вы жмакаете, они показывают alert, жди, а потом вам на почту приходит такой, ну, архив на пару гигабайт со всеми вашими постами, фотками, телефонными звонками, как было в случае с фейсбуком под Android. Теперь, то есть, это ваша обязанность сделать такую функцию в вашей системе, которая все эти данные сгребет и отдаст. Дальше. Ну, понятно, изменение профиля понятно. Вот. Вот это про чекбоксы. Идея в том, что галочка I accept больше не подходит, поэтому для каждой определенной, для каждого определенного куска данных и смотря, что вы с этим куском данных будете делать, должен быть свой separate чекбокс, либо отдельные кнопки да или нет. то есть, вот эти чекбоксы, которые по умолчанию включены, GDPR говорит, это плохо. Тролевали, тролевали. Дальше еще очень забавно про возрастной ценз. Так как, опять-таки, это права пользователей, то Евросоюз говорит, что лица, не достигшие 16 лет, не имеют права регулировать свои обращения со своими данными. За них это должны делать родители либо опекуны. Соответственно, в вашем сервисе, если он подходит, если могут пользоваться лица до 16 лет, должно внезапно появиться целая часть процессов, что, во-первых, вы просите разрешения у этих лиц, во-вторых, по достижению 16-летнего возраста вы уже не имеете права эти данные использовать, потому что пользователь должен сам дать на это согласие. То есть, в ваших процессах должно быть что-то такое, чтобы его, наверное, или ее оттыкнуло и спросило, да-да, нет-нет. Поэтому большинство сервисов, чего они сделали, подняли возрастную планку. То есть, в WhatsApp теперь, если тебе до 16, ты как бы можешь сказать, да, я хочу зарегистрироваться, но по факту в Terms of Service у них четко написано, что мы работаем только с пользователями старше 16. И там, в зависимости от страны, таких возрастов 2, 13 и 16. Все просто подняли до 16, чтобы не заморачиваться. Да-да-да-да-да, вот это все. И очень забавно, что если пользователь в какой-то момент решил запретить вам использовать его данные, то вы не имеете права его переспрашивать. Он должен захотеть пойти и разрешить. Очень много пользователей заходят опять, идут и разрешают. Так, это похоже на экспорт сейчас, сейчас. Вот проверки возрастов. То, что я говорила, меньше 16, вы должны спрашивать parent permission. Дальше. Еще очень крутой момент про сбор и процессинг sensitive data. О том, что как только данные вам перестанут быть нужны, ну, короче, вы должны собирать только те данные, которые реально вам нужны, и вы должны доказывать везде, что эти данные вам реально нужны, и без них оно не работает. И данные, ваша система собирает данные пользователя, которые реально в этой системе нужны, чтобы предоставлять какую-то функцию. То, что раньше были бесконечные формы регистрации, где вы должны были имя первого питомца указать, хотя нигде это не использовалось, ну, фактически, согласно GDPR-у это уже плохо, не стоит так делать. и согласно GDPR-у вы должны удалять из системы эти данные, которые уже стали не нужны. Ага. И мне потом совершенно актуально, ну, когда нужно было для того, чтобы восстановить потом, если что, то что? Если так, то есть, если вы эти данные используете, да, не вопрос, но просто это бесчисленные формы, где куча полей, которые пользователи просто заполняют на автомате, потому что вы хотите знать как можно больше их демографию, где они живут, чем они пользуются, то есть, но это не напрямую относится к функции вашего продукта. Вот согласно GDPR это уже плохая практика, и я бы сказала, не то, что это же плохая практика, вы не должны этого делать. И должны удалять те данные, которые вы не используете. Ну, с куками все понятно, с куками у них уже был закон про то, что сайты показывают, какие куки они используют. Сейчас вы должны сделать отдельную куки полосы и опять-таки описывать, что вы собираете, как вы собираете, что вы с этим делаете и куда вы это потом деваете. Это не все, естественно. То, что я рассказывала про шифрование, данные должны быть зашифрованы во время передачи, данные должны быть зашифрованы во время покоя, все в доонимизации. Если вы хотите проводить тесты вашей системы на реальных данных, как бы брать кусок прода и на нем что-то тестировать, вы теперь не должны тестировать это на sensitive data. То есть вместо sensitive data вы должны заполнять там Вася Пупкин, Вася Пупкин, Вася Пупкин, условно говоря. Вот тут примеры с machine learning, что если вы пытаетесь обучить нейронку чему-то там, вы не должны использовать для этого sensitive data. Вот тут, кстати, то, о чем мы говорили в самом начале. Hash плюс Sol, либо Bcrypt, либо PbKDF2. PbKDF2 — это конкретная реализация одной из KDF. Так. Ну, data integrity — понятно, это целостность данных, да, то есть что данные не просто там зашифрованы, что мы понимаем, что их никто не менял. Потому что кто-то их мог внезапно поменять и снова зашифровать. Вы должны это выкупать. Очень прикольно то, что я говорила про логирование, что вам нужно регистрировать все активности с данными в чем-то другом, кроме как Excel. Да, то есть в вашей системе должно быть строгое логирование, все доступы к sensitive data должны быть залогированы. то понятно. Опять прологирование. Вы должны понимать, кто использует ваши API, и есть ли у вас система, которая предоставляет доступ, которая предоставляет API к пользовательским данным, которые она обрабатывает. Теперь вы должны понимать, это должен перестать быть публичный API. То есть не должно быть такого, что кто угодно может, условно говоря, например, например, у кого-то для кого-то оператора есть API, который дает возможность выиграть адреса людей или кому они звонили. Сейчас такого быть не должно. То есть никакого публичного API, который использует sensitive data. Я статья, ссылка там есть. Не уверена, что вам видно. Сейчас я попробую скопировать. называется короче, GDPR Practical Guide for Developers. Если вы хотите, мы ее где-то можем запостить. Я уверена, что вам ой, короче, короче, вы поняли. Вот, Practical Guide for Developers гуглите и читайте в тишине и уюте. Про GDPR, я думаю, я ответила. Продолжение следует...